Вся полнота православной церкви ликует в славе воскресения Христова. В светлую пятницу, в праздник иконы Божьей Матери «Живоносный источник», съемочная группа нашего телеканала побывала на Божественной Литургии в храме в честь апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. Службу возглавил руководитель русской духовной миссии Гумен Феофан Лукьянов. Репортаж со Святой Земли. Без малого полторы сотни лет территория подворья русской духовной миссии в Яфе, приобретенной Архимандридом Антонином Капустином, находится под окормлением православной церкви. Судьба этой древней земли удивительна. Она связана с именем одного из сыновей Моя и Афетом. Это место, где жил апостол Петр. Здесь 120 лет назад патриархом Иерусалимским Герасимом был освящен храм в честь первоверховного апостола. Здесь, укрытой от мирской суеты, находится грабница праведной Тавифы. В наше время в Тель-Авиф на подворье приезжают люди со всех уголков земли, но, конечно, особое душевное утешение обретают здесь наши бывшие соотечественники, ныне православные жители Израиля. Люди, особенно мамы, папы, понимают, что они лишены огромного полоста и культуры, и веры, и всего, что их окружало в прошлой жизни. Поэтому они хотят это богатство передать своим детям и внукам. Матушка Марина – надежная поддержка своему супругу, протеерею Игорю. Она – директор воскресной школы, в которой сегодня учатся 35 воспитанников. Учебный процесс и творческая деятельность, поломоческие поездки и дела милосердия. На все у Марины Дмитриевны хватает времени, сил и душевного тепла. На приходе отца Игоря принято радость и печаль разделять все вместе. И вместе с теми, кто, придя в храм, соборно переживает радость и вхаристическое общение с Господом. И вместе с теми, кто встретил отца Игоря, находясь на больничной койке. Я уже, наверное, за три года объездил все больницы Центрального округа Израиля. И что меня самого удивило, первое время с такой настороженностью туда сам приходил, как православного священнослужителя встретят в израильской больнице. На самом деле все оказалось гораздо проще. И доктора, и медицинский персонал, и сами больные, которые, скажем, другие. И очень хорошо воспринимают священника, что он приходит помочь этим людям. Ярское общение повезло с удивительным батюшкой, человеком деятельным, самоотверженным служителем Церкви Христовой. Его молитвами и делами живет и дышит храм. За ним, как за надежной стеной, стоят и взрослые дети. В этот день я хотел бы поздравить также нашего дорогого отца, который некоторое время тому назад отмечал свое 50-летие. Я хотел бы пожелать отцу Игорю, чтобы та радость общения и служения в этом храме, в храме святого апостола Петра, и в равнице святой праведной Тавифы. Событие, которое мы вспоминаем, тоже связано с ее воскресением. Тоже воскресал и воскрешал в сердце и душе оса Игоря, и в каждом его чате, ту радость общения с Богом и друг с другом, который заповедует нам Христос. По словам протеерея Игоря Пчелинцева, сложно описать все великолепие по дворе праведной Тавифы. Это нужно почувствовать, это нужно увидеть своими глазами, в это нужно окунуться всем сердцем.